Неблагодарно это занятие считать чужие деньги. Тем не менее, население, которое оказалось заложником предложенных тепловиками обстоятельств, было вынуждено задаться вопросом, куда уходят деньги, которые они аккуратно вносят за отопление. А вот в энергоцентре ТРИП считают не только чужие, но и свои деньги. И дебет с кредитом почему-то не сходится. И сегодня этот партнер, продолжая ту уже ставшую из системы традицию, задолжал на сегодняшний день 2 миллиарда 271 миллион тенге за тепловую энергию с учетом января месяца и 170 миллионов тенге за поставленную нами электрическую энергию. Перед вашей организацией? Перед нашей организацией, да. И мы уже сегодня исходим не с того плохого сценария, а он действительно пугающе реален. Мы ожидаем, что к концу отопительного периода это предприятие, этот наш партнер задолжает нам порядка 3 миллиардов тенге. А это означает полную остановку нашей станции. Мы тогда прекратим и подачу, и производство тепла, и производство электроэнергии, и всей любой нашей деятельности. Который нам поставляет Костренсгаз Аймак. И на сегодня наш долг, с учетом месяца января, наш долг перед этим нашим партнером составляет 2 миллиарда 67 миллионов тенге. И, к сожалению, из-за того, что нас подводит другой наш партнер, ГКП Куаджилу Орталых, у нас сегодня нет никакой возможности оплатить нашу кредиторскую задолженность. Тем временем в государственном коммунальном предприятии Куаджилу Орталых-3 пеняют на нерадивых потребителей. Из-за них, мол, предприятие вынуждено вешать на свою шею кредит на ЕРМО. Кроме того, сейчас идет работа по получению кредита, порядка полмиллиарда тенге, чтобы погасить остальные задолженности. И мы надеемся, что мы расплатимся с ООО-3 энергоорталов, согласно графику. И в этом году тепло будет качественное и количественное подаваться населению и юридическим лицам. То есть счета у вас сейчас все заморожены? Да, на сегодняшний день у нас заморожены счета, и ООО-3 энергоорталов заморожены счета. Что к нам поступает, автоматически переходит ООО-3 энергоорталов, а оттуда газовики забирают напрямую, без остановки. Сколько поступил, столько уходит. Ну, поступает сейчас ежедневно, у нас около более 20 миллионов. Это сразу уходит туда. Однако у Акимата Шемкента своя точка зрения на этот счет. Долги есть, но при этом... Задолженность в настоящее время имеется, да, 3 энергоорталов перед Кастрон-Газаймах. Соответственно, поставщик тепловой энергии Куаш-Газил-Уртал тоже имеет задолженность перед ТЭЦ. Но у нас заключен трехсторонний график по ограничению задолженности. Это ЖКХ, Куаш-Газил-Уртал и ТЭЦ. Есть соответствующий график, и поэтому график идет по ограничению задолженности. Да, есть определенное основание графика, но мы это в процессе дальнейшей работы, мы график нагоняем. Люди платят, люди платят. Я даже скажу больше, сбор, в отличие от прошлых лет, сейчас, конечно, уже лучше стал. Вот только ответить на вопрос, если население, которое во всей этой истории выставили главным должником, платит исправно, как за две недели января долг вырос на 300 с лишним миллионов тенге, ответить главный коммунальщик города так и не смог. Ну что вы прям 2 миллиарда, 2 миллиарда. Нагоним и погасим это 2 миллиарда. Давайте хорошая утишка, а то сейчас я думаю, мне просто время ограничено. Остается только развести руками? Продолжение следует...